здорово так сегодня у вас такой день принципе день вообще зачетный можно было уехать по кунице на охоту но мы в принципе едем тоже приехали уже точнее по кунице на охоту но без ружья вот сейчас здесь короче пройду капканчики посмотрю я здесь выставлял но не снимал стоят к 2 и куленка под веником и ну проходной один стоит ящик вот в общем сейчас пробежимся и есть у меня желание такое поставить еще капканы дальше на новую приманку секретную возможно я не расскажу еще конечно по gps отбиваем точку вот машина как пришлось короче на трассу ставить здесь в общем такой карман вот я уже разгрузил туда сами вы же там вот лежат вот черные пятнышко ну и в общем машина пришлось ставить вот так вроде бы трасса широкая я думаю никто меня здесь не достанет вот короче сугроб загнал притык даже через эту дверь вылазил вот собственно короче сейчас отобьюсь и поменьше пьесу посмотрим общую длину нашего путика вот но собственно что сказать пойдем посмотрим и от конечного капкана потом мы посмотрим дальность нашего путика здесь здесь в этом лесу стоит 6 капканов протяженность километра полтора я думаю вот мы вот в этом лесу тоже стоят капканы сейчас посчитаю раз два три четыре пять штук по моему одна постоянно ходит под кулем к возможно каменные там завалы я короче на отваленную палку одну я короче поставил но она под крышу получать завал так чего нас антенна не ловит сейчас антенна поймает от объем ну и короче ходит она под капканом три проверки подряд я ездил три проверки она в общем короче под капканом ставил ящик туда с зайчей шкурой неделю стоял ящик в куче она лазить там постоянно это может быть каменная поэтому не залазить вот ну сейчас короче я дождусь антенны отобьюсь и пойдем потому что за руками вернет хоть аккумулятор на камеру есть но все равно сажать тоже их переставлять лишний раз не будет все пошли сейчас отобьюсь и все пойдем смотреть капкан вот такое место у меня здесь такое сосны тропинка я проходил здесь сами вот но уже кто-то лазил по следам не знает кто может понятливы конечно хоть и понятно у нас здесь не бывает ну собственно 1 капкан от края в принципе не особо далеко метров весна я сложнее сходил без луч и уходил в общем это ставил здесь как капкан к2 вот так но по-любому я все делаю неправильно потому что у меня такие кусманы здоровые я приманку слишком крупную использую а сколько вот не вижу если даже промысловики ловит они делают кусочек вообще вот такие вот мизерный вот сейчас короче я еще один секретный ингредиент ребят нет никаких секретов ингредиентов я хочу вам сказать на самом деле здесь глицерин я вот взял 4 тюбика вчера 4 пузырька глицерин стоит 13 рублей вот вылил 3 тюбик но не маленький видите вот в 0 5 бутылки сколько получается очень мало ну и в принципе сейчас я ничего не буду делать просто макнул не и струя бобрины кусок отрезал у меня есть отрезал кусочек ой духан конечно нормально поливать ничего не буду ничего не буду поливать совершенно просто отмазану и все все попал склон крышу открыть вот глицерин и бобряной струя глицерин на морозе не застывает не надо ели лить поливать тем более около капкана потому что куница допустим даже взять ребят собаку они на острый запах начинают в общем их манит и собака просто в этом запись валяться я сколько раз замечал то же самое куница может быть если вы укол капкана где-то насыпали там налили чё-то такого серьезного не делайте этого потому что может она подойти острый запах и убьет и она начинает валяться и в общем может сработать ваш капкан естественно пролов сто процентов вот ну и можно не 100 пускать 95 вот ну собственно этот все пошли там дальше ящик по моему у меня ну да ящик но все погнали дальше красотища какая вот так солнышко к нам пробивается красиво в лесу страсть снежочком припорошен у нас вот подходим капкану я сразу вам говорю я не обещаю вам никаких трофеев сегодня просто показать потому что ну я занимаюсь этим если я начал снимать то надо снимать все по сути я так думаю мое мнение естественно к пашню пустой вот здесь следов вообще я не охотился вообще никогда в этом участке вот где я страх зашел я всегда уезжал дальше вот но я думаю раз уж начал я этим заниматься то вы по-любому должны знать что я не только с лайкин хожу но еще и пытаясь поймать куницы капкана вот стоит к пашню такой вот такой вот кп внутри шкуры знаете но следов здесь нет я даже не знаю здесь вообще она бывает или не бывает там что-то за линии вот я сейчас буду переходить я покажу за линии я охотился прошлый год вообще всегда быть суды а сюда я был в принципе ты не был у меня нужны такой я сюда не заходил я в том году сквозь на ней проезжал вообще правда не вот поэтому как бы я и не в курсе но так и когда шел капкан ставить очень было тяжело я хотел поставить за капканом которыми два до этого стояга но в итоге до капканов дошел уже без саней потому что я думал все я уже останусь здесь у меня не было уже сил дожить и я провалился по колено сани тяжелый набивает клею то перевернуться то короче стараюсь то выспаться из них что-нибудь вот даже видно что я ворачиваться здесь вот ходил я по своей службе я ворачивался переворачиваться не назад вот место разделение сосновых и обычных деревьев ну вот пока следочки никакого не вижу ни одного вот местечку местечки для такие места зачетный класс вот сейчас все как я заметил леса ходит но проваливается не сказать что много если у меня удастся сегодня съездить в большой в тот лес я заеду нами за собаками пусть они немножко хотят побегать сюда я не взял потому что у меня здесь вот эти капканы они довольно низко стоят и поэтому саян он вообще патки на эту фигню он может у меня капканы эти подбивать зачем нет надо если не дай бог он еще сам попадется естественно в кпшник он не попадется но к 2 нифига знат короче не хочу портить они только спорти хоть чену взять в царе вот сейчас короче соснового леса выхожу начинаете смешанный лес короче по факту разобраться здесь дебри страшно у них здесь должна быть вот сколько и прошел заметил я гордиться провалиться не сильно но должна куница ходить по земле в этом году с ней вообще чуть непонятно произошло я короче вы не спускал стук немножко по первым снегу в основном она ходит вверх вон гнездо на березе разлыбки вот в общем вот здесь вот я ходил сейчас палка меня ждала то в самом начале спалка вообще жестите признающих стал китину я ее короче сейчас бросил я там вообще думал вы сейчас все тут по машин первую часть я снял ток короче вы же наткнул и пошел смотрю по моим следам уже на топку кто поможет вот кому чё надо чем лазить почему не лазить до того как я делал ставил ходим вот это ему не понять этот видать по ходу вчера снесли дочка или свеча расписались положил может быть не одна а в самом начале там свежак прям был следах и вот сваливала может быть уже от меня сейчас вот прям свежак и в общем вот горный след пошла лиса да может быть что-то ходил но неважно факт он что бегал или все в принципе я облегчил вон на топку церковь тут лазил куницы вообще не видел сюда ни одного пока вот сейчас собственно говоря еще к дому подойдем и я отключусь потому что и ваше время и не заливать потом тысячи одна ночь и все так про сейчас интернетом вообще этих проблем видос заливается по три дня блин 15 минут так здесь стоит к 2 капкан может быть я неправильно конечно где-то что-то делаю ну каждый учит на своих ошибках как я понимаю не все можно найти в интернете по-любому те кто выкладывать там непрофессиональные видосы подумают для чего-то лошара там ходишь это там составить там надо может быть даже все намного проще я всегда под крышу стараюсь приманку не замешло а видел он пацаны некоторые тупо на палку бросил все ништяк стоит всех пошел и завалил на хрен капкан нет ловит все равно вот который под крышей почему здесь сделал пройдем месте такой как будто распадок какой-то и елочек он стоит иначе сейчас я подойду сейчас я подойду да вот видите да стрелил ворону ну там крылышки рядом висят перья повесил ну вот капкан пошли дальше короче вот я выхожу на линии электропередачи вот такая красотичь тут прикиньте березки с осенками в перемешку вот в общем так искать единственный раз там году я вы видели я брал туницу одну в болоте ходил ходил где со следами я обманулся просто день отходил круг как можно был сразу подойти и брать нашел она раз выходил вот на это место на линию вышла и зашла назад вот такое место место ну в общем я не знаю даже в этом участке у них есть или просто поставил хотел пройти был тяжело и начал в общем выставляться здесь до линии вот леса есть следующий вот тоже на лыжный поход хотел уйти все ворачиваться назад когда ходил за металлу туда прошел тут у меня вот стоит рядышком сейчас под веником пулем там башка зайчи вот такая подтушена немножко следов пока я не увидел в принципе метров 300 как капкана последнего то что ставить не стараюсь слишком часто может быть как говорится там 300 метров это и часто я не знаю но в принципе может быть даже да и часто виду вот и старенький следы ходила лисичка ага куница у нас куница у нас вот здесь вот проходила вот точно вот может быть туда на ящик зашла ящик весь рядом так ну ладно пойдем посмотрим хожу я в общем веник под веником стоит кулем сейчас как надежд на нее нет потому что не знаю либо на сбраковано и мне как это попался короче я чуть-чуть со стопорка как у нас топорок ставлю и она у меня отщелкивается получается поставил сейчас так что если допустим я поставлю это если дерну стопорочек может у меня слететь вниз и капкан не сработает ловушка вот здесь вот 100 метров 150 может быть прошла куница опа опа кто ходил тут кто-то тут ходил леса может быть леса висит крыло воронье здесь у меня зайчья тыковка голова естественно так вот так убрать тут у меня все вот работает думаю ну в общем вот так куленка ну думаю сработать должна блин кто тут приходил леса леса кружилась на вот рядом так мы сейчас я мазану струей и валим дальше вот собственно еду по лыжне по своей и вот следователь попался мне лосишка но он ну блин я был три дня назад здесь его не было то следа вот он прошел ну припорошенный не сегодня ночью может быть вчера потому что вчера снег то шел наверно присыпал нормально вот мотается здесь в этом лесу уже четвертый раз я вижу вот по этой дороге переходил раз туда ну и в общем четвертый раз в том году ни разу не видел да немножко лостик начал разводиться ходит потихонечку все пойдем вот в этом прогале вижу на леса по полю бежит а 2 2 2 2 лисы не могу увеличить он бегает по позе две штуки думал одна сначала а он вижу черно вот в этом прогаливать там поле вот видно это тут сидит ли не видел уж бы сигнал скок как на все представляете сейчас пошел но нечетная меня услыхали потому что тихо все таки меня не короче на ходах он свалит короче пришел на перекресток вот этот перекрестка до того места куда я иду два с половиной километра вот сейчас будут топтать новую лыжню и вы представляете сейчас прошел капканы и забыл вообще про камер 8 приходил тоже вот крайним капкану к одному тоже тут проходил и следочек один возможен тот который там нам попадался скорее всего это каменная куница она в общем ходит страсть сколько ее не суюсь я занялись вот но и вот место внизу собственно вот идет вот это болото где я на бобров ставил капканы говорил что вроде по толстым буду по деревьям по ветлам по этим искать куниц но в этом году следочки здесь нет ни одного лиса лиса бегла туда на поле 1 наверху пусть бегать может гоняться начали все троновато мне кажется конец января что ну вот собственно говоря пошли небольшой совет прежде чем вы соберетесь идти ставить капканы если у вас есть вот такой корыто и вы хотите его взять с собой сразу идти не советую потому что вы устанете это просто я не знаю это просто страх идти и топтать новую колею с санками сразу это капец сначала протоптите сначала протоптите а потом идите потому что невыносимо вообще это все тащить я прошлый раз прошел хотел туда дойти дошел до этих капканов только посмотреть уже без санок вот последние санки дотащил где у меня под веником до туда все я чуть не сдох оттуда еще прилично было идти до этих капканов вот так что погнали ставить дальше я не буду много ставить я поставлю шутки 3-4 если успею потому что моих планах еще съездить в другой лес изгонять в общем проверить там еще свои 5 капканов еще нужно проверить ну и собачки чтобы немножко побегали в принципе на собачку можно не переживать я завтра собираюсь думаю может съезде я полазил один лесок я в этом году был там пару раз но не был толку вот съезде туда полази попробовать собаки проехать я точно не проеду машин придется бросать точно так же на трассе остров собак забирать на палатке уводить в лес вот ну все поехали дальше так вот короче далеко от я особо не ушел тут местечко просто ельничка такой довольно густой и вот здесь вот рядом туда на выход там уже идет смешанный лес ельник нет сосняк дальше будет метров через 300 вот сосняки елок мало мало плохо ставить ну вот в общем такую сейчас ловушку сделал вот лапником на то поставлю кулем очку вот так вот будет заход сверху в принципе подлезть она нигде не сможет вот это есть штука если вдруг у меня она клюнет на нее кто-нибудь ну в принципе я видел что ловили пока говорить не буду вот так она выглядит вот принципе я думаю что про канат нормальная такая штука сбежек не делаю считаю это лишним есть мелкие кусты и куница лазит прекрасным по деревьям поэтому обойдется вот ну собственно говоря сейчас я чуть-чуть еще веточки мы прикрою все валим в другое место я установил еще одну кулемочку вот так она выглядит поставил на свежий кусок вороньего мяса ворон я тогда вот ухо немного набросал ну и немножко струей я включить на кусочек для запаха вот ну все валим дальше ну собственно не особо далеко я ушел от капкана кулемки последняя водка 2 поставил ну тут просто тупую ветку бросил прибил одну зорочку поставил это вот опять волшебную штучку ну если прокатит я сам сейчас сказать простой что штука вообще безотказны люди ловят на нее и довольно успешно вот в нам короче пилить и пилить еще ну в принципе не сказать что если сейчас я сорвусь то минут 15-20 я там я просто попутно еду и периодически так растут воткнул там вот ну вот мы погнали дальше ну чё мужики вот овраг край пришел и на смех туда дальше прошел перспективных мест нет вот здесь я прошлый раз крайне когда приходил следы были в овраге вот здесь вот тут набегом был чуть-чуть но вверх было стопками ну вот собственно поставил я опять кулемку у меня оказывается капканов больше нет и не посмотрел она как валялся вот вот выглядит вот так поставил на шкуру на бобрину и на тухлую у нас прям кислятель и прятая не переношу того фигня но все наверное двигаем к дому да чуть не забыл посмотреть сколько у нас до машины у нас короче видно не видно 3808 от крайнего капкана получается 3 800 грубо говоря у меня путик длиной вот 3808 я не знаю видно не видно может ответить и как-то ну в общем вот так ну грубо говоря 4 километра путик мы грубо говоря 4 километра я сейчас он какую-нибудь и веточку туда сюда запихну и в принципе можно сквозить уже стартовать домой блин засада последний раз когда готовил шкуру я делаю как тушу я ее в банку в трехлитровую нарезаю кусками примером 15 на 15 20 на 20 куски шкуры на ней много жира остается когда шкуришь и мясо там есть местами ну и в общем закрываю под крышку под пластиковую и ставлю около батареи ну вот где-то месяц недель наверное может полторы она у меня кислая я забыл ее посолить чтобы она не замерзала и короче сейчас банку пришлось расколоть хотел поставить в горлышко не вылазит у меня кусок из банки ну и пришлось разбить короче мне банку так ну чё все пока до новых встреч мужики удачи вам в промыслах ваш пока